Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Владимир Юрий, я директор компании «На полковских Перек». Вы, наверное, все сталкивались с нашим логотипом. Если вы зайдете в любой магазин на территории Российской Федерации, ну и в некоторых, в вещевом магазине, естественно, и в некоторых странах за рубежом, в принципе, вы купите. Наша продукция – это рыба, морепродукты, пресерба, достаточно большое количество войска юм. Да, достаточно большое количество войска юм. Достаточно большое количество импулькатуры. Если говорить о самом направлении, мы один из худших производителей различной рыбы, рыбной продукции, морепродуктов Российской Федерации. У нас работает порядка двух тысяч человек, сезон значительно больше. Производство у нас находится в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, в Крыму, в Альганистане, в Мурманске. Мы выращиваем, одни из немногих, кто выращивает на территории Российской Федерации, собственно, лосось. То есть полностью осуществляемые бортозамещения, если сейчас будем говорить. И тут мы перерабатываем более 40 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. В принципе, чтобы понять, много это или мало, достаточно, например, сказать, что есть страны, которые производят меньше филей-сель, причем основные производители в Атлантике, чем мы перерабатываем на каждый год. То есть нам приходится покупать в разных источниках только хотя бы из-за того, что некогда не мог нас обеспечить функцию нашей потребности. Несколько слов по мне. Значит, я компанией 2016 года, вплотную в 2017-го занимаюсь заработками. Также являюсь членом конкурсной комиссии Комитета по законодательству Петербурга в области ТЭК, электроэнергетика, освещения. Хотя последние полгода в связи с коронавирусом заседания не проходят. То есть это, естественно, удаленно. Вхожу в Ассоциацию промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Образование у меня из России, из США, из Южной Кореи. В принципе, свободно говорю на этих языках. И, соответственно, регулярно, кроме управления самим департаментом, из-за компании осуществляю прямую работу с поставщиками. Несколько слов вообще о том, как мы сделали этот выбор. Мы его, на самом деле, сделали давно. В 2016 году, в самом конце, когда я и наша команда начали, компанией посредственно были приглашены, начали заниматься закупками, очень большого количества поставщиков у нас были проходить как бы на свой источник. То есть, фактически, начиная от основных видов сырья, заканчивая даже материально-техническим основанием, у нас практически везде присутствуют подобные поставщики. Проанализировав эту ситуацию, понял, что мы, благодаря этому, достаточно много теряем, как, наверное, финансово, так и с точки зрения безопасности. Мы, первым делом составили этот список и занялись тем, что начали отбирать и рассмотреть, каким образом мы можем этот список расширить. То есть, в том числе, организировать ситуацию, почему у нас их так мало, то есть, что мы для этого должны сделать. По нашему мнению, да, вот это то, в чем мы уверены на сегодняшний день на 100%, это то, что расширение полу поставщиков, в первую очередь, несет для нас плюсы. На сегодняшний день у нас практически нет основного источника, исключением тех компаний, которые нам принадлежат. В первую очередь банка, различные судовые компании, которые для нас производят рыбу. То есть, все остальное на сегодняшний день мы стараемся торговать, да, и сутпать в рамках конкурентных закупок. Несколько слов, да, то есть я сначала расскажу несколько слов, потом перейду к кейсу уже более подробно. Вот, в первую очередь, что было сразу видно, да, или что сразу, насколько мы ощутили. Это, конечно же, экономия на закупках. Любой поставщик, если он в единственном числе, либо там один или два, значит, как только они это понимают, особенно как только это проходит через открытую процедуру, когда мало конкурентов, да, то есть цена очень редко изыкнет. Значит, второй момент – это экономия на логистике. Я более подробно остановлюсь, когда буду рассказывать про кейсу. Естественно, улучшение качества. Особенно, если это касается смены географии. Допустим, когда у нас идет закупка сырья, одно дело – закупка из Китая, одно дело – закупка из Перу, везде свое качество. И так или иначе, благодаря этому, мы достигаем достаточно сильного положительного эффекта. И, конечно, важнейший момент – это все, что касается безопасности каналов поставок и бизнеса компаний. Есть абсолютно, скажем, неуникальные вещи, которые, если закупаются у единственного источника, по той или иной причине, как только возникает проблема с поставкой, как только возникает проблема, в которой сбегаются те или иные даты, то, по сути, вся линия, например, производства может остановиться. Прекрасный пример – оливковое масло не является каким-то уникальным продуктом, но некоторое время назад столкнулись с тем, что решили в качестве эксперимента произвести продукцию оливкового масла, закупили одного поставщика и дальше продолжили покупать, то есть это был недосмотр, но и менеджеры продолжили в этом поставщика покупать и дальше. Как только у поставщика контейнер с оливковым маслом взялся с того в таможне, мы получили один день остановлений. Но много это или мало… У нас это считается, скажем, трагедией, да, вот в компании. То есть если линия останавливается по какой-то причине, даже если там производят другую продукцию, мы на какой-то период улетаем, появляются недоразгрузы в сети и, соответственно, для насчет определенные проблемы и штрафы. В первую очередь, кстати, даже не финансовые, а именно репутационные, что особенно важно, когда выводишь новые продукты на рынке. Ну и, конечно, смена, даже не смена, а расширение поставщиков, увеличение их разнообразия открывает огромное количество других возможностей. Начиная от снижения татарки склада, заканчивая, скажем, избавлением рисков от таких вещей, например, как отсутствие рыбы в том или ином виде. Вот элементарно. Если вы покупаете только кальмар в Перу, то в какой-то из, скажем, сезонов обязательно встретится ситуация, что его просто нет, он не вырвется. Если это происходит в 3-4 регионах, то вероятность значительно ниже. Ну вот, несколько слов как раз я обо всем этом сейчас расскажу. Ну вот, начал как раз рассказывать по поводу Китая, по поводу Перу, прекрасный кейс. Значит, в 2016 году мы акцентировались сугубо на географию в Перу. Перу, Чили, Южный регион, Латинская Америка, откуда выступал кальмар. Считалось, что в Китае практически невозможно купить кальмара хорошего качества. Значит, все это продолжалось где-то до 2018 года, до начала, пока впервые этот кальмар не стал пропадать. То есть если бы на сегодняшний день мы оставались только с поставщиками из этого региона, по сути, наверное, пришлось в эту пропаду цифровать из сетей. И те минусы, которые компания по этому понесла, их достаточно легко оценить. Я цифры не привожу, но поверьте, они достаточно серьезные. Проблема была в том, именно непосредственно в привлечении китайских поставщиков, что традиционно они готовили и делали этого кальмара определенным способом, само сырье, которое в России давало куда-то хуже качество, чем, например, перуанское. А по цене было примерно то же самое. Подход, которым мы воспользовались, заключался в том, что определите, в чем разница довольно по качеству, и обратите от тех поставщиков, которые могут данное качество предоставить. Разница была очень простой. В Перу все было единожды заморожено, в Китае из-за того, что путь судна от перуанских переговоров до Китая на самом себе достаточно длинный. Морозили один раз в море, потом привозили на берег, переработывали, морозили еще раз. По сути, как только мы поняли, что мы можем избавиться от лишнего звена, мы стали спокойно брать москвы заморозки и достигли того же самого качества, что и в перуанском кальмаре. Это просто один из примеров. И когда цена начала колебаться между двумя странами, мы воспользовались этим. И смогли благодаря этому получать экономию за счет просто закупки в разных регионах. То есть на сегодняшний день, когда нам выгодно, мы покупаем в одной стране, когда нам выгодно в другой, мы покупаем в другой стране. Ну, в Китае, как бы говоря. То есть вот пример того, каким образом можно подойти к вопросу именно расширения поставщиков. В данном случае это география. Вопрос географии. Пример вот такой. Это буквально сейчас у нас происходит. У нас проходят торги, где традиционно у нас всегда участвовало ровно много поставщиков. Они делили между собой рынок и сейчас решили, наверное, на... Я подозреваю, что надо договориться дать друг друга. Мы выставили там более высокие, скажем, цены. Но опять же мы были к этому вопросу готовы. И в торгах мы расширили список участвующих поставщиков. То есть в результате те, кто на анализе цену не остался поднять, получили совсем обратный эффект. Не смогли на нас дать это принять. Мы вот на сегодняшний день можем заканчивать этот уровень. И, скорее всего, останемся даже в несколько улучшем своей позиции, чем те, которые были в будущем торгамме. Да, вот я еще говорил здесь по поводу других возможностей, которые открывают переговоры. Смешение азотарки склада в пресезонности сырья. Вот в Атлантике, в тех странах, которые на сегодняшний день одобрены на экспорт в Россию, на инфу в Россию своей продукции, ну, сырья, из которого мы, наследственно, производим готовую продукцию. Сезонность части сырья – это один раз в год. То есть, грубо говоря, они один раз в год вышли на лов в течение двух месяцев. И дальше они о продаже. Договориться с некоторыми из них о хранении, как, в принципе, логично будет сделать, часто бывает абсолютно нереально, потому что это маленький остров, в котором просто негде хранить. Вот сырье хранить негде. Отвезти куда-то в континентальную Европу, похранить там за счет – тоже невозможно. Как только появляется другой холодильник из страны, которая у нас находится в санкционном списке, потом это серьезно везти просто невозможно. И, опять же, смотрятся альтернативные поставщики. В нашем случае это были поставщики из России. И оцениваются их возможности по производству. В нашем случае мы не просто даже, скажем, провели какую-то простую процедуру, и выбрали того или иного поставщика. А нам пришлось с поставщиком достаточно долго работать. Мы отправляли технологов собственных, который не просто смотрел на качество, а участвовал в наладке линии, в наладке производства, в обучении персонала. Но благодаря этому мы на сегодняшний день имеем прекрасное качество, которое полностью устраивает и соответствует всем нашим технологиям. А самое главное, периоды вова и запасов в этих странах, они разные у этих поставщиков. Соответственно, с одним из них мы работаем осенью, с другим из них мы работаем весной, частично мы можем еще закупиться зимой или вовремя. То есть вместо того, чтобы закладываться в период на 12 месяцев, у нас год получается разбит на 4 периода. Эта экономия, она сразу не видна в цене, но она потом видна в затратах компании, в количестве и стоимости продукции. Что, в принципе, немаловольно. по поводу плюсов здесь всего, здесь сложно что-то добавить, в принципе, всего и так с этим достаточно знакомое. Несколько слов по поводу сложности, с которыми мы столкнулись, расширяется без соответствующих. поставщиков. Я сразу скажу, что основные риски, которые были, это были риски, в первую очередь, психологические. Вот представьте себе менеджера, который 3 года работает с этими, теми же компаниями. Он точно в них уверен. Точно человек уверен в этих поставщиках. Более того, даже понимая, что иногда цена у поставщика где-то может быть выше, в какой-то момент. Человек утверждает в себя, что это плата за надежность. Зато мы работаем уже там, не знаю, столько лет. Зато мы со своей стороны там поддерживаем, и нам как-то надо было, нам все это быстро привезли. И эту ситуацию, по крайней мере, у нас все время было переломить достаточно сложно. Мы поступили следующим образом. В принципе, если человек занимается данным поставщиком, занимается данным, уверен, но поставщик не может предоставить ту цену целевую, к которой мы стремимся. Либо она там просто несколько выше, чем у конкурентов, которые тоже крупные компании, в которых мы со своей стороны полностью уверены, которые прошли комплайнт, которые соответствуют всем нашим требованиям. У нас достаточно примитированная компания. У нас очень древний этап процедур. И мы ввели возможность выбирать на поставке любых критически важных для нас материалов, либо сырья, по меньшей мере у поставщиков. И спокойно распределяем, например, 70-30, либо 80-20, в зависимости от цены, ну и зависимо от пропорции. И, в принципе, как только мы это начали делать, и у непосредственно менеджеров пропало определенное опасение, что нас подведут, потому что всегда можно опереться уже на традиционного поставщика, и смогли завладить новых. На сегодняшний день, кстати, благодаря этому у нас существуют позиции, по которым либо мы достаточно серьезно упали в цене, либо вы упали в цене, ну, со старыми поставщиками, либо вы упали в цене и полностью поменяли весь блок поставщиков. То есть, в принципе, на сегодняшний день вот этого риска, преграды у нас уже нет. Теперь по поводу самих поставщиков. Какие сложности у них? Если мы говорим про такое производство, как у нас, количество поставщиков просто огромное. Начиная от тех, которые производят для нас товары, которые они и так продают, заканчивая тех, которые производят что-то только для нас. Ну, например, у них есть макеты наши, у них есть штампы, у них есть различные формы. Традиционно мы всегда закладывали в этом. Соответственно, как только мы отказываемся работать с ними, они сразу получают определенный убыток, хотя бы за счет того, что у них остаются те материалы, те формы, которые используют для производства для нас. Это, кстати, еще один способ, чтобы улучшать условия работы совместно с ними. Ну, как снизить риски? Я несколько рассказал, несколько слов по этому поводу. Но есть еще один риск, я его здесь не упомянул. С ним мы сталкиваемся, на самом деле, достаточно часто. В связи с возможной сменой поставщика всегда существует риск потери денег. Начиная от аванса, заканчивая риском потери денег за качество. Для нас, на самом деле, или потери денег из-за того, что они не могут выдержать соответствующие сервис-левы, доставки на своевременные, грузки по количеству. Мы эти риски, естественно, снижаем работу над этими. В первую очередь, это условия оплаты, которые у нас со всеми иностранными поспорщиками. Ну, мы могли использовать предоплату, а на сегодняшний нас и поделим уровень, который мы, скажем, не боимся со своей стороны потерять. Все, что выше этого, это, естественно, только объектив. Риски по качеству. Ну, я не буду подробно на этом останавливаться. Риски по качеству мы снижаем с помощью инспекторских компаний. Раньше у нас до коронавируса был большой штат собственных инспекторов. На сегодняшний день, так как все границы закрыты, держать их, естественно, бессмысленно куда-то посылают. Поэтому мы используем стандартный сервей. Именно те, кто специализируется на рыбе, на морепродуктах. Это не всегда глобальные компании, иногда бывает, что в каждой из стран есть своя компания, которая это делает, особенно с русскоговорящими. Здесь мы столкнулись с интересным риском, что если оценивают местные, неважно, входит ли они на эту сервейшую компанию или нет, им иногда проще, чем в завершей свою работу, пойти, ну, не знаю, выпить кофе с поставщиком. Потом приходит контейнер, а там бывают чудеса, мы сталкивались с этим. Но, слава богу, только один раз. После этого мы просто перестали работать и с поставщиком, и с компанией, которая завершила такую ошибку. «Коллеги, несколько слов вообще по поводу того, как мы расширяем данный список. Вот в 2017 году у нас у всех работающих компаний непосредственно в закупках существовало определенные люди, что мы выставим нашу закупку на электронную торговую площадку, ну, на разную, да, на любую, даже на профильную. И к нам придет много поставщиков. Мы сколько раз это не делали, в большинстве в своем, такого положительного эффекта мы не получали. То есть до тех пор, пока у тебя у самого не отработан этот список, в голове должен сидеть вместе со всеми номерами, тетоклонами, никто никуда не пойдет, никто ничего не сделает. Какой бы красивой твоя закупка ни была. Я вот один раз поставил просто ради интереса на профильную площадку закупку трех тысяч тонн филе серия. Предложение, которое я получил где-то на 20% решения. И оно было одно. Это была профильная площадка, это был фишпрайс, по-моему, это специальный ресурс именно для закупки и продажи. фишпрайс. Честно говоря, меня это и не было. После этого, в принципе, мы такие опыты не повторяли. Итак, какие тогда получаются способы, то есть как они работают. В первую очередь все профильные выставки, все профильные конференции, любая информационная развитие, все, что мы можем сделать, чтобы получить телефонные контакты, чтобы узнать, каким образом работают другие предприятия, с кем, мы эти способы используем. Вплоть до сарафанного радио. Кто, что, куда поставил, то, что когда слышал. Особенно это, кстати, хорошо работает с небольшими компаниями у нас в Крыму, в Краснодарском крае. Они всегда делятся этой информацией. Естественно, различные международные выставки. Если, допустим, в том же самом Китае, чтобы начать взаимодействовать с поставщиком, в принципе, достаточно воспользоваться иногда ресурсом alibaba.com, а если ты приедешь в Китай и встречаешь со мной на выставке, то, в принципе, вы уже лучшие друзья и все, что угодно у него можно купить. То, касательно европейских стран, особенно таких вещей, как, например, живая или подобные были ресурсы, ресурсы, конечно, обычно покупателей больше, чем поставщиков в этой сфере, то там работает только контакт, только конференции, только выставки, как иначе. Торгово-промышленная палата. В Санкт-Петербурге у нас постоянно проводятся мероприятия, даже сейчас устраиваются различные онлайн-встречи с китайцами, с корейцами, со всей Азией, со всей Европой. Это очень даже неплохо используется, дает хороший, конечно, результат. В принципе, все остальное, вот, комплянцы у меня есть написано. Это, в первую очередь, просто фактический способ проверки, на котором можно, в принципе, работать с ними. то, что касается качества, и прочее, в принципе, зависит от того, что надо. Ну, и спасибо за внимание, я готов ответить на все ваши вопросы, если они будут. Юрий, спасибо. В чате у нас пока вопросов нет. Может быть, есть коллеги. Есть, да, пожалуйста, на. Давайте я свой микрофон дам. Спасибо за презентацию, Юрий. Такой вопрос. Есть ли какие-то метрики? Или на что вы опираетесь, когда вы понимаете, что нужно расширять список поставщиков? И еще такой подвопросик. Есть ли метрики, когда вы считаете, что в пользу одного и поставщика идет какой-то слишком большой объем, и уже не вы им управляете, а он вам. Спасибо большое за вопрос. Значит, да, безусловно, у нас есть критерий. Если у нас на одну позицию меньше двух потенциальных поставщиков, у которых запрашивают коммерческое предложение, значит, да, необходимо здесь решать список. Что касается второй части вашего вопроса, я бы сказал так. Мы смотрим по результатам проведенной закупочной процедуры. В некоторых случаях мы проводим, утверждаем нашу закупку до того, как мы смогли на 100% убедиться в качестве поставщика. Бывают ситуации, когда необходимо сначала подписываться, а потом уже направлять на мерослугу качества либо инспекторов на анализ того, или на улицах. И вот дальше, если наша, скажем так, гипотеза по распределению по какой-то причине дала сбой, да, тогда мы эту ситуацию анализируем. Если сбой она не дала, то, в принципе, считаем, что все нормально. дала. это вопрос, если я правильно понял, речь идет о том, как реагируют сами поставщики на то, что объем получает не только выигрыши, но и второй за ним. на самом деле мы об этом заранее предупреждаем, то есть когда таллина компания участвует в нашей процедуре, она изначально знает, что объем будет подниман. Ну, если он будет подниман в результате. То есть мы об этом предупреждаем незначально. Естественно, все стараются перетянуть, назовем так, перетянуть для себя отъяло. Значит, а можно ли, допустим, чтобы распределение было на 30-70, и так далее, а 80 на 20, или, например, 50 на 50, а 60 на 40. Вот. В принципе, это еще один дополнительный инструмент для торговли с поставщиками. Но так как предупреждены все об этом, то мы изначально ведем открытую, прозрачную, скажем, процедуру. То есть нет такого, что мы что-то пообещали, а потом не сделали. Поэтому в принципе считали регионов нормальным. Тем, кому это не нравится, тем, кому это не нравится, они, естественно, должны участвовать в процессе. Призовы в то же и то, по пути, что-то может быть. В switching ériи то, он запомнил глубоко, ну, это Продолжение следует...